всем привет друзья на канале энерджи гейминг и меня зовут игорь мы продолжаем прохождение я немножко разгрузил свой инвентарь скину много чего лишнего продал ну вот что-то на себя одел новенькое мне тут походу выдали не знаю более как накидка похоже на то в чем ходят местная стража я на себя надел ну и собственно поменял кое-акие вещи которые уже просто убитые в ноль вот и вес у меня изменился самое главное что знаете что мы получили вот у нас с вами теперь появилась лошадо сивка ее зовут поехали так сесть и теперь надо с вами разобраться в конце прошлой серии узнали что на кого-то скачи за отрядом куда скакать это у нас сюда давайте неспешно прогуляемся в общем совершено было нападение и судя по описанию возможно это тот же нападавший который забрал нас меч и который пытался нас убить так погнали и соответственно мы вызвались чтобы тоже быть вместе с отрядом который поедет это понимаю на место преступления и попытается разобраться вообще что там случилось и вообще разобраться с этими недругами так по снаряжению больше вроде мне ничего не давалось не знаю может ничего не дадут на месте сейчас секунду я еще кое-что посмотрю журнал так что в принципе кто-то устроил набег на конный завод пан вместе с отрядом своих воинов чтобы узнать что случилось отряд уже давно ускакал я тут понимаешь немножко отставал мне надо просто разгрузиться потому что важную возможно сейчас у нас будет драка и возможно даже откал сильно вероятно что мы сможем там что-нибудь подобрать и мне надо было освободить место ну давай сивка скачи как ветер в отлично и не пока прямо как мышь по этой дороге с вами ехали прошли серии на охоту так мы стали нормально к нарысто лошадь прямо прет как ненормальная я думаю зеленая шкала это шкала здоровья или выносливости не выносливости это конечно желтенькая очень медленно убавляется прикольно кстати по моему это лучше улучшить лошадь лучше той на которой мы с вами убег ой простите я там кого-то по-моему затоптал на троги который убегает что очень быстро уставала собственно уставала так же быстро как и мы сами а это все нормально так скачет так зелененькая тоже к это выносилось ну пусть восстановится немножко посмотрим что там случилось также напоминаю что тайм-коды с ключевыми моментами будут указаны в комментариях для тех же кто хочет насладиться атмосферой игры то рекомендую полный к полному просмотру потому что какие-то моменты могут уйти от ваших глаз все погнали через поляночку так где этот самый отряд то ему там среди что-то горит поход нам туда и надо где полыха полыхалова оба до походу нам туда и надо и я же надеюсь там наши будут а то если я прискочу прям самое логово врага у меня по сути меча-то толком нету там какая-то это какой-то кисак где-то мастер-то в падок в падок в падок в падок в падок Что произошло здесь? Почему? Поехали Радак, старый стабель. И когда он пытался остановить их, и потом мой мужик, когда мой мужик пытался помочь их, они тоже его убили. И когда они закончились, они подошли в стабель. Продолжение следует. Продолжение следует. Они хотели кровь, а не coin. Продолжение следует. коррел lately was there anyone who might want revenge he argued over the price of a saddle maybe but nothing nothing that could drive a man to this these are dark days when there's more kindness in horses than in men did you see anything how many were there or what did they look like we saw no one has anyone tried to follow their trail no we were fighting the blaze until now and even if we weren't what chance would any of us have against someone who could do this pox on it mount up in quarter the area we have to find out where they went look for tracks and ask the folk if they saw anyone fuck someone must have at least caught sight of them yes sir what about me captain what the hell use are you you stay here please let me do something i could have a look around the area and see if they left any tracks well if you must just don't get in anyone's way don't go too far and come back here when you're done да просто когда пришел и убил нормально напроси выживших узнай куда направились нападавшие ну качо у нас тут так ну и с кем я могу поговорить в общем то с ней то уже и разговаривали не знаю если смысл смел и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok My husband went out to see what was going on. Then I just heard loud voices and screaming. It's so stupid. It didn't even occur to me at first that something could have happened to Smil. I didn't find out until the morning. And where did you hear this noise? Everywhere. It was chaos. I don't even know how many of them there were. I mean at the very start. Do you remember where you heard the noise come from then? I don't know. I just don't know. Did you recognize any of the voices you heard? No. But they spoke Czech. Cursing like demons. Even at each other. At each other? They quarrel? Yes. Something must have happened. Did you get to look at them? There's one man. Huge. And dressed all in black. Did you see him? No. I didn't. I think she saw something. It was hidden. Who should I question about the raid? Did anyone here see anything? From what I've heard, Mark was the first one to wake. It might be a good idea to talk to him. Jakob, the old stable boy. He even fought with them. Jindu was sleeping in the stable. He might have seen something. I don't know if anyone else. Так, кто там? Jakob, Mark и кто-то еще. Ладно, сейчас мы узнаем у них, что там можно с ними потолковать. Так, вон кто-то стоит. Пойдемте к нему. О, Jakob. Отлично. Давайте узнаем, что он знает. Какие вопросы? You should have been here last night. Ну-ка, подождите. Это, по-моему, перевязка можно сделать. О, ну-ка. Это выглядит больно. Это все, что ты должен сказать об этом. Ты не полезный пик. Играет музыка. Ну, получается, значит, они преследовали какую-то цель, но у них что-то пошло не так, и они в спешке убежали. Играет музыка. Помоги мне. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ладно. Надо было спросить, правда, я тоже не знаю, в чем смысл был этого вопроса, но спросить надо было. Так. Лошадь. Где еще есть люди? Ну, смотри, получается, они еще не всех убили, на самом-то деле. Опа. Как никто не мог быть так крылым? Он, походу, убегал, они его догнали и убили. Так, здесь вроде больше никого нет, да? Так, ну, здесь чисто воровство, нет, это я не буду делать. Здесь мы разговаривали, там мы разговаривали. Здесь больше никого нет, ладно, пойдем дальше тогда. Так, ничего нового он тут не скажет. Отлично, ребята, кстати, работаю с ними. Я тут хожу, что-то опрашиваю, они стоят. Камушки пинают. Так. Крыть. Я так понимаю, здесь никого нету, ну, можно перекусить. Как говорится, война войной, обед по расписанию. Кстати, я, по-моему, уже не в зоне, да? Да. Получается, надо дальше двигаться. Так, а вот что за девушка сидит? Шьет как ни в чем не бывало, в общем, понятно. В общем, она мне ничего не скажет. Ладно, двигаем дальше тогда, получается. Так, а эти что не скажут? Нет. Так, ты кто? Ничего. Нет, с ними никакого взаимодействия нету, к сожалению. Ладно, двигаем дальше. Блин, офигеть, но на самом деле они тут... Разброста действий большой. Ты должен быть здесь, если бы это был хвост, который был после этого, он был еще больше, чем по моим стабилам. Ладно, ну, куда-то сюда надо, получается. Ну да, туда, к этим домам. Так, где же еще два человека, с которыми надо поговорить? Там он кто-то слева ходил. Сначала мы сейчас смотримся справа. Ну, кто-то сидит. Ну, здесь наверняка с кем-нибудь можно поговорить. О, Марк, отлично. Актуальный вопрос, ты в порядке? Ой, я не это хотел. Ладно. 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 Блин, я не это хотел. Я думал, он ему посочувствует. А он, блин, в приказном тоне. Черт. Ты... Давай, так попробуем. Нужно быть опасным. С твоей помощью, я найду этих мастеров, а потом я их сделаю платить. Они... Они стоят здесь. Что... Что ты должен знать? Что вообще случилось? Что случилось? Что случилось? Они убили животных, а... Почему они убили? Они убили? Они убили что-то? Нет. Покажи внимательно. Как это все началось? Мы... Мы слышали животных. Они шрики. А потом смелли. Он кричал. И они убили его. Они убили его. Они убили його. Они убили его. Они убили его. Я уверен. они напали конкретно именно им надо было убить только конкретно лошадей а люди подняли тревогу они начали убивать людей вообще непонятно зачем-то я был уже деборный ты на хапана но не много но не было кто-то погибло но более полкового я слышал их от другого они скрыли в другом они скрыли потому что все таки нет, что случилось они спорили где-то в другом в другом на лошадной на северной они пытались убивать не знаю так самодом уровне его и они отдыхают на север ну вот мы уже знали хотя бы направление куда они побежали маски у нас еще есть один человек на вас не тоже поговорить вот на раунда нет где-то должен быть еще какой-то это мой старик наверное по описанию женщины я имя не помню уже а вот рыжий нет ну рыжий старик ну давай уже рассказывать слепой да ладно ты брать-то уехать но насык на раскротч вот вели хапангер арону саму на так понятно он ничего не знает о нем даже царапины получается он был где-то либо в стороне либо все спал снова младенца ничего не знал так у нас получается мы должны пойти к северу до деревни да да вот сюда там осмотреться ну пойдем так эту меточку поставлю пока вот дороги ориентировочно я буду двигаться так подожди здесь у нас на чаще осмотреть местность получается мы еще не все да еще можно смотреть ну хочу у нас тут вообще по описанию еще можно узнать может быть посмотреть местность ну это да вроде я смотрю что каждый труп что это вещь уже пишется не обязательно пойдем к северу осматривать принципе всю необходимую информацию которую мне кажется мы могли получить мы уже получили теперь нам надо искать здесь следы кровавые чей такое а мы недалековато уходим а это я думал это они где-то здесь рядом они уже кончу лучше буша ли далеко-далекова далеко повыше поднимемся на холмик еще кровь и мы не могли бы отдать в собаку я добавил мой длительюк вроде бы а смотри в лучшую лесу такую лужайку недалеко нет и хочу звук что такое че только музыка ты прям напряженная она пойдем прям аж я считаю на напряг самоленечко чушь так напугали до меня тихо че неужели здесь еще здесь что другая выкингер прапа на фарм и не слайки у у файно бас а стриха хелл У меня зданий никаких нету пока до лагеря получается сейчас побежит лагерь наверно будет за ним проследовать дальше там будем следить у него короче бросает сам пойдет в лагерь мне надо бы за ним последить а он убивает добивает чтобы есть ничего не нашли короче за ними будут следовать их по-любому обучите разбойника обучить а зачем не обыскивать когда можно просто за этим последить разве не разве так неправильней поднять его обыскать вы меня по-моему заметили ладно походу я за ним прослежу тихо на есть фух ну не знаю правильно я сделал нет знаю вроде не провалено хотя конечно вообще по теории лучше было бы за ним проследить так но оружие заберу я это продам или себе возьму если оно лучше так обыскать ботват гроши забираем все забираем кожаные перчатки забираем это конечно не очень хорошая защита уже мне о слушай ну цена вроде неплохая она все забираем так ботинки ботинки не очень так чё второго чё кстати чё там по оружию ну-ка меч ну получше чем тесак правда а чуть такой чё чё за кровавое пятно у него типа то что он в крови что ли в принципе не надо было так что нормально все без паники так обыскать окровавленный крюк забираем деньги забираем дешевое вино забираем так шляпа забираем забираем отвар забираем питьевая вода забираем хлеб забираем в принципе все найдите хозяина ключа для чистки чего-чего-чего-чего секундочку найди рыжего а ну рыжего это понятная ноги хозяина крючка для чистки копыт короче надо к рыжему сходить я так понимаю что то с ними я просто не тоже текст не до конца поняла когда они разговаривали кто-то устроил как это я понял это читали ладно возвращаемся назад все разбойника мы обыскали второго убили давайте вернемся назад посмотрим что там у нас ну и что-то крыжу на вернулся мне кажется рыжий что-то знаете он какой-то слишком знаю слишком какой-то чистенький все там кровавленные все как-то принимали участие в битве а он такой я ничего не знаю ничего не видел и стоит себе вообще не про дела как буду он только только пришел или где-то спрятанный был спецом либо он может быть как-то провел и потом сам спрятался в безопасном месте так но он был у нас возле конюшня вот это слева или коровника не знаю что это пойдемте сначала куда так может быть мы чем-то отхиляемся нет поесть чё-нибудь отвар это пойма это отрава отравление какой-то хлеб вообще таки выкинем его что-то мне не нравится хлеб а вот водичку попьем нормально сыты теперь прям вообще сама то я думаю из-за лекарства должна отвечать что-то такое они еда или вода но и можно хижаться кроме сна там и ну точно с ремку от ушел я отвечаю это рыжий короче рыжего ловим и все и заплату его и на допрос с пристрастием второй чем это могла сделать журнал и вы и но и фарим хозяина крючка для чистки копыт ну-ка добро снова поговорить с этим марком еще такой бодр это только что блин был грусти и печали вот ну-ка я знаю whose who've picked this is gingers he was always bragging about it why do you ask I found it on one of the bandits in the woods but he because of him because of him they murdered us lord in heaven wait hold on you think ginger was responsible for the attack you know you know you see he was acting so strange and then he went off why the hell would he do that the song rather odd you don't know where ginger could have gone as якуб якуба якуб этот которую там у нас стоял рядом женщиной это он уже повторяется так ладно пойдем тогда туда поговорим с якобы ну-ка тихо тузик ну все пока валится на него что он как-то причастен к этому делу где-то он здесь бы у нас вон входа подсоцентен кембук у меня и вот и он где я смогу найти этого, Джинджер? Ну, это то, что-то. Он взялся и оставил. Что? Смотри, я знаю, как он выглядит. Но Джинджер хороший парень. Я не верю, что он не имеет никакого связи с этой атакой. Где он мог уйти? Я могу знать, но ты должен предупреждать мне что-то. Когда ты его найдешь, слушай, что Джинджер сказал, предупреждать. Выслушай его, то бишь, и его не написали. Ладно, мы его, ну, если что, выслушаем мои слова. Иногда Чарко Бернер приходит к нему. Ты получил что-то с ним. Я думаю, это где он был. Где это? Я не знаю. Они всегда держатся к себе. Чарко Бернер. Но в лесу много людей. Они могут быть где-то. Ай. Они не могут быть где-то. Они могут быть где-то. Если вы следите на стыд-фарм, вы увидите, вы увидите один из их camps. Только... Джинджер не пошел так, но он всегда был по-другому. Он всегда был по-другому, в дороге, в дороге. Они не могут быть где-то. Но как я их могу найти? Они всегда бурят, когда они работают. Ты их смелешь, пока они увидят. И они должны быть близко к воде. Это тоже. Так, если я пойду через деревья, через воду, я их найду. Именно. Так, теперь нам надо искать... Каких-то там этих... Я беру. Рыжий между двух дней огней. Здание началось. Поговорить глижок... Глижоками на юге. Ити рыжего. Так, ладно, чё? Это моя лошадь? Нет. Моя, как всегда, сивка где-то в самом конце. Ай, ладно. Поедем. Так, куда нам ехать вообще? Так... Ух ты, блин, далеко. Ну что, вдоль русла и будем скакать. Я вот здесь мет какой-нибудь сюда поставлю. Типа, недалеко мы поедем. Уже сами сейчас убежим фиг пойми куда. Может быть, конечно, доложить надо было нашему начальству. Ну да ладно. Я думаю, мне скорее всего... О! Дым, кстати. Или это из избы. А, это из избы были. Потому что там говорю, что типа... Там... Сначала видишь дым. Дым дальше, чем видишь, видно. Как они работают. Ладно, поехали. Надеюсь, найдем. Ну, в смысле, что же, надеюсь? Мы их найдем. Так, ладно, погнали. Вдоль ручья будем скакать. Я думаю, попадем куда надо. Где ручей-то, е-мое? Ну-ка, ручеечек есть. Интересно, на какие подвиги... Ой, на какие... У-у-у, блин. Что-то у меня здоровье-то убавляется. Е-ть. На какие подвиги эта лошадь готова ради своего хозяина. Хе-хе-хе-хе. Ну, дыма я пока не вижу. Мне бы где-нибудь поспать бы, чтобы здоровье восполнить. Потому что если будет драка, то я, скорее всего, не вывезу. Потому что у меня тупо нет здоровья. Стой. Слева дым. Вон, видишь? Подъедем на лошади, чтобы, если что, вдруг сразу убежать. Хотя, вроде, они на меня и должны попадать. Правильно? Ну, кто их знает. Так, ну давай поговорим с тобой. Ще ты мне там расскажешь. Я буду с тобой. Я буду с тобой. Ты видел гинжера здесь? Кто? Человек с гинжерами. Стабельный человек из Нойхофа. Никто из Нойхофа был здесь. Ну, в принципе, понятно. Другого ничего не ожидалось. Хоть поесть, что ли, маленечко. Спать. Хотя, вот здесь поспать можно, да? Не. По-моему, здесь не поспишь. Так, с кем он тут, он там разговаривает. Так, с кем он тут, он там разговаривает. Не. Не. Я искал Джинджера, стабельный человек из Нойхофа. Они говорят, что он уехал и присоединился с чарко-бернерами, которые он часто ходит с кем-то. Извините. Никто не был там, который называл Джинджер здесь. Ты должен попробовать где-то. Мне кажется, они врут. Я не хочу, мальчик. Я люблю тебя. Я не хочу, мальчик. Я не хочу, мальчик. Я не хочу, мальчик. Но, опять же, есть другая чарко-бернерами. Попробуй их. Мальчик. Вы должны хотите hurry. Вы не были первые, что они не хотели бы спросить о его. И другие не были совсем необычны, но они были хорошие на их силу. Они не хотели сказать, что они хотели его для? Нет. Но они действительно не смотрели, что они хотели приглашать его на feast. Да, смыслом умирать. У вас есть идея, где он еще мог бы уйти? Вы говорили, что они были друзьями с кем-то-бернерами? Ну, вы обязательно найдете некоторое в лесу между Нойхофом и Ужеттом. Есть хорошие места вокруг. Но этот лес очень огромный. Я могла прожить неделю, чтобы следить. Тогда следите на реке. Это как вы нашли нас, да? Где-то кем-то-бернерами, всегда есть вода рядом. Да-да-да. Так, понятно. Угл с жопами должна быть вода. Блин, если драться придется, у меня очень мало здоровья. Меня это напрягает. И куда нам дальше? Ядрить, квадрить, вот эта зона. Ну, получается, надо будет вдоль русла в реке проскакать. Да, не густо. Ладно, что я тут скажешь. Поехали. Да, путь не близкий. Давайте уже туда я доскачу все-таки за кадром, потому что я думаю, здесь ничего интересного сейчас не будет. Так, ну и что, мы уже с вами почти на месте. Тут нам предстоит сейчас поиски. Надо опять же искать дым, по дыму ориентироваться, куда нам двигаться. Тут у нас будет сейчас выбор, то ли налево, то ли направо. Я думаю, здесь не один лагерь. Ну, пожалуйста, уже один на вас прямо по пути. Давайте начнем с него. Так, кто у них тут старший, как вы думаете? Я что, если честно, не знаю, все на одно лицо. Ну-ка. Давай с тобой, да, пусть и поговорим. Не могу быть с тобой. Кто-то здесь видел Джинджера? Тот парень из Статтфарма? Да, Статтфарма. Он рядом? Нет, он не здесь. Но он проехал не очень давно на дороге в Томберге. Вы следите на дорогу, и вы найдете больше шаркола-бернеров там. Ну, что ж. Хотя бы ориентир быстро получили. Уже хорошо. Так, на запад, получается, он двигался у нас вот сюда. То бишь, мы должны идти налево. Все ясно. Будем двигаться в русло реки. Ой, правда, здесь что-то дороги-то как таковой нету. Ну, ладно. Как-нибудь приспособимся. Блин, все густо заросло. Ну, я думаю, наверное, лагер-то я не пропущу, правильно? Так, пока не видно. Стой. Ну, кролик. Собаки лают. Близ сливого очень, возвышенность большая. И... Че такое? Че это так птицы-то суетятся? Не кажется ли это лагерь? Нет? Нет. Походу, кажется. Ладно, двигаем дальше. Блин. Лучше по дороге ездить. А то лошадь постоянно буксует. Гнездо. Какое гнездо? Блин, что-то я пока больше ничего не вижу в никакого другого лагеря. Стой, я уже вышел что ли? Слушай, ну да. Получается надо назад возвращаться. А, во! Ну-ка, погоди. Давай здесь поспрашиваем. Так. Рыжего тут не видать. Ладно, давайте кого-нибудь спросим. О! Родан, ну-ка давай, с тобой поговорим. Родан, ну-ка давай, с тобой поговорим. Этот типо ничего не знает. Ну-ка, может это что-нибудь скажет. Ну-ка, что-нибудь. Иисус Христ, дайте праздну. Я смотрю на Джинджа из Нойхофа. Он здесь, по-моему, не может? Джинджа, говоришь? Он бы был зеленый, парень? Да, видел его. Ну, давайте посмотрим. Ну, у меня есть кто-то тут. Но он не был зеленый, так что... он не был зеленый. Ну, ты дядь эрудит. Серьезно? Потому что ваша анастасия сказала они знают Джинджа, и он пришел к нам. Он не может помочь все, что вы слышите. Они просто просто хотели у вас. Я не могу верить их. Я не могу верить их. Я инвестирую на Нойхофа, и он знает что-то. Я хочу поговорить с ним, дамит. Ага, но сначала у тебя есть права. Как? У меня есть два армия-мяя-мяя-мяя-мя-яя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Извините их, и мы оставим тебя видеть, Джинджа. Ха-ха-ха, избавься от них. Не, ну, хватит не буду. Ладно, разберемся, че. Я рад, что слышусь. Я бы сказал, что там есть где-то между здесь и нашим близкостью. Там есть место, где посещали встретиться, когда мы приехали. Но оно сейчас оборудовано. Путь к этому ведет прямо от земли. Попробуй смотреть там. Хорошо, я посмотрю там. Спасибо. Ай, блин, так, мне надо как-то отхиляться. Что же я буду драться-то с... С отсутствующим здоровьем. О, давай поспи маленечко. Я ж думаю, наверное, что не случится, если я посплю. Более время к ночи. Давай хотя бы с утра пойдем. Заодно немножечко я и отхиляюсь за счет сна, да? А то у меня совсем, ну че такое здоровье, блин, 44. О, никого я там... Я даже одного могу так не убить, а так там парочка, если там не троечка, блин. Тем более головорезы там явно ребята непростые. Ну вот и отлично, и здоровье у нас полностью. Энергия полная. Сытость у нас, в принципе, хорошая. Нормально. Сейчас поедем искать их. Получается между этим и тем лагерем. Даже должен быть где-то лагерь бандитов. Ладно, че ж, погнали. Надеюсь, его там не убили за то время, пока этот решил ляжки пооткладывать. Где мой конь? Так, ладно. Давай смотреть. Есть тут метка. Угу. Получается здесь у нас две дороги есть, да? Вот первая. Вот вторая. Вот вторая. Давай сначала первую проверим. Мне кажется, если что, она в любом случае там со второй как-то совмещается. Если я правильно понял, то лагерь должен быть где-то рядом с дорогой. И не сюда. И вообще не в ту сторону поехал. Как обычно. Докажи, говорит, нам верность. Ну, в гаде, это, блин, усложняет только себе прохождение, поэтому попробуем справиться с ними. Если они будут такие же, как и те, которые, точнее, тот, которого я убил, то, в принципе, я думаю, это будет не сильно сложно. Наверное. Если будут те, которые были в лесу, когда я за этого и спасал пана, то тогда будет непросто. Ладно, смотрим, где есть лагерь. Пока ничего похожего на лагерь я не вижу. Одни деревья и кусты. Что-то справа такое. Ну, там, по-моему, не лагерь, там, по-моему, просто дом. Да. Вряд ли это лагерь. Они должны были где-то в лесу. Ну-ка, здесь еще что-нибудь. Так, ну-ка. Здесь, получается, надо, короче, сюда скакать. Они по-любому там где-то должны быть. Прямо через лес пойдем. Что-то... Какая-то, вон, тропинка вроде справа есть, такая натоптанная. Лагерь вроде никакого не видать. Ладно, пойдем сначала сюда. Вон, что-то есть, по-моему, впереди. Вон, какая-то клетка, что ли. Вон, какая-то клетка, что ли. Да, нашел. Ладно, дальше пешкарем. Вон, где есть, а блондиты где? Пожрать не помешает. Угу. Лагерь есть, бандитов нет. Так. Ну и где они, блин? Бандиты-то эти. Может, они охотятся? Ну, давай прокатимся, может, где-то по дорожке найду их. Походу, вот я и приехал. Угу. Угу. Ладно, давайте я их найду, потом уже включусь, а то я чувствую, это затянется. Так, в общем, я тут побегал по округе, и походу, ну и решил вернуться в ихний лагерь. И по-моему... Да, вон они. Это же они? Вроде, да. Оп, тихо. Угу. Угу. Чё? Я выжил? Я не понял, чё вообще случилось? Я щас сдохну, по-моему. Да. Я вообще не понял, чё-то меня так наклобучили, и я умер. Почему-то второй не напал на меня. Ладно, где я щас появлюсь? В общем, надо было, в принципе, как я и думал, просто подождать их в лагере. Я там обоскакал всю округу, не нашёл. У меня ещё была мысль подождать их просто тупо в лагере, потому что они бы всё равно туда вернулись. И откуда я щас начну? Скорее всего, с того места, где я спал. Да? Так, а я с этим уже говорил, подожди. У меня снова надо спать, что ли? У меня снова надо спать, что ли? Ну, походу, да. Я не разговаривал уже, нет? Просто проверим сейчас. Дайте тебе. Что тебе нужно? Так, ясно, ладно. Ладно, так увидимся на месте. Так, я шёл на место. Вон они. Только, по-моему, там они с кем-то. Или они с кем-то разговаривают, или их там больше? Что происходит? Кто это? Что это? О! Разбойники, а там кто убежал? Так, ну рыжего среди них нету. Так, смотри-ка, что у них тут. Ну, конечно, всё уже поруиненное, но это же можно на радио починить. Так, взять. Да, нормально, это удачно прошёл. Состояние, конечно, состояние, ну вот тут. Давай отвар хотя бы заберём. Так, повязка заберём. Тяжёлый щит. Сколько он весит? Семёрку, блин, он много весит. Ой! Сарямба. Простите, любезный. Ну? Ой, там их больше чё-то. Блин, чё-то там очень многовато. Так, отходим. Тихо! О-о-о-о! Тихо-тихо-тихо! Это ты, как Питерегни. Я с ним вчера отодел. Блин, а вдвоём? Не честно. Ну, в принципе, кто мне обещал честный поединок, да? Блин, не успел. Тихо. О! Лупи, лупи его! Давай, давай, давай! Иди сюда, блин! Пока на второй куда-то отошёл! Ой, тихо, успел. Блин! Всё, я умер. Тут стрелять точил, засранец. Всё, блин, офигеть. Фуф, короче, они походу с этими начали с разжигателями драться, что ли, я так понимаю. Офигеть, блин. Чё-то я чувствую, будут не так просто убить. что там один угли жур этот позвал ну ладно давай я думаю второй вариант не особо пригоден сколько ты хочешь прямо так 30 куда он ну давай я тебе вот начнем с 25 ну давай 27 и чё это все что ли это козел вообще короче ну понятно что они воскрывают и блин бесполезная информация я с ними так уже договорился что убью бандитов ну ладно если ростка есть еще пару раз сталюсь прежде чем этих бандитов смогут осилить более этих близнецов и не видно особо ладно так ну вот мы подходим я попробую на лошади с ними подраться может быть и звука пострелять хотя конечно это такое себе занятие попал прям в глаза ему по моему тихо ай-яй тихо отходим 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 да блин он бы еще в кустах бы не застревал бы так есть по дому попал попал тихо давай 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 у уроды на давай там слива идет ну давай давай блин да ты издеваешься ты издеваешься я блин твою так ладно очередная попытка блин сначала валите вообще человека с топором он реально какой-то более жесткий что ли этот умер умер вообще с двух стрел так ладно поехали куда вы господа главное самому не застревать да ладно как ему промазать так вот на этой полянке надо их расстреливать так отрываемся цельсия блин есть так снова отрываемся цельсия блин ой хорош прям вляху ему за сандалия так отрываемся разворачиваемся целимся ну есть что-то второй ко мне интерес теряет либо они меня пытаются типа таким образом развести что ли ну только так по ходу пока придется их выигрывать так что-то они там за века этот вообще ко мне потерял интересы сами не попал продуме стрелы так много поэтому надо стараться попадать побольше на да ладно блин вообще прошлый раз их там что-то они с кем-то походу дрались что ли я ничего не понял так только походу это серьезно что ли тут вообще что-то успокоился она того мы сейчас догоним главное что я увижу и все на смысле прямо в него за улица стрелажа полетела алё чё за приколы все стрелы кончились ладно другие берем дальнобойст дальнобойную стрелу алё вася а а а а а а а а а и зато по ним я могу скинуть с коня вот что плохо на тебе блин присиди на лошади он все равно выдыхается как ненормальный так я могу колюще делать да могу отлично есть так все один сложился а сейчас тро убьем потом их облутаем где второго с этим надо посторожнее быть этот поопасней у этого удары более болючие скажем так нет ни в чем его так у меня стрелы кончились давай дальше раньше стрелу а прям в жопу ему засадил так засадил вот все убил бандитов отлично так осмотреть что там давай топор свой давай гроши все давай стрелы набор давай все это все это продадим так взять вещи пробиваю стрела радящая стрела стрела давай тоже забирать стрелы надо пригодится пригодится вот особенно в такие моменты прямо это вообще штука очень незаменимая и перчатки хорошие можно забрать шлемачок кстати сумка ну-ка шлемак у нас как нормальный или нет шесть не ну получше ладно тогда это не будем собирать все теперь же столово облутаем и пойдем мы это доложимся что мы свою часть сделки выполнили честно и никого не обманывая ну скажем честно это было непросто вот это с топором он довольно таки сильный почему-то ну у меня плюс еще даже ладно не буду отрицать у меня еще плюс норовки не хватает справляться с ними где-то неправильно защищаюсь где-то второплюсь и так далее так это так интересно умер вот это растяжка да я понимаю это гибкость чё тебя давай сюда так что мы такое себе давай конечно стрелу нового колечко колечко продадим шкура кабана тоже продадим яблоко заберем сожрем и все да дождя где твою рау меч вдруг наемника возьму надо какие-то подсумки на нашу сивку чтобы она мне вещи помогала таскать ну в принципе я все равно на ней голубом еду поэтому не страшно так и возвращаемся теперь сюда да да мы свою часть делали теперь они должны выполнить свою часть вот меня очень сильно раздражает что постоянно оно везде застревает в кустах в перевяжках палочках вот меня по этой же причине очень сильно раздражала езда в ведьмаке но здесь она имеет более раздражительный фактор скажу честно проехать через какие-то кустики даже небольшие это та еще задача через заборчик там неважно через что угодно проехать просто нереально жестоко могут пострадать ваши нервы это конечно не есть гуд ну да ладно это все мелочи конечно чисто просто эти мелочи они действуют на нервы вот в чем загвоздочка то иди в жопу и щукает не понимаешь ли у меня уже все готово я уже смогу договориться подожди с кем я вот давай я разобрался не помню это не Ты можешь легко потерять это. Хорошо, спасибо за вашу помощь. Нам сейчас показана точка, где, да, но нам не... Сейчас приедем туда и по-любому там не будет, прямо вот, знаешь, вот, прямо вот, точка на лачуге. Нет, будет просто место, где вот он написал приблизительно. Дальше ищите сами. С одной стороны, конечно, это круто, это плюс реализм. Как бы ничего вам не дается на блюдечке с голубой каемочкой. С другой стороны, блин, это... Тратится много времени. А с другой стороны, опять же... Ну вот, про что я, собственно, и говорил. Неужели так сложно здесь подняться на лошади? Мне кажется, нет. Так, давайте-ка мы меточку поставим, докуда нам вообще. Ну, куда-то сюда. Нам, в принципе, зря я через русло перебирался нам туда и надо. Ладно. Нам надо вверх по лесу. Может, пешком было быстрее. Бракута тропинку там говорил. Не, знаешь, что? Да, как пешком. Хоть у меня и перегруз, но я, мне кажется, быстрее тогда иду. Чем на лошади ехать. Вон, давайте у лошади уже увидимся. А то я что-то долго буду идти туда. Да, с вами не обманули. Вот какая-то хижина есть. Заросшая. Вот, походу, он где-то здесь. Так, где он тут? О! Ну, привет! Давай пообщаемся. Поехали! Да! Ты ты, наверное, у меня в душе. Что ты хочешь от меня? Я хочу спросить тебе пару вопросов. Почему ты улетел из этого? Где твои кроники? И почему ты убил у этого бандита? Что? Вот. То есть. У тебя, так же. Почему ты убил из этого? Потому что я боялся и убил меня. Кто? Those bandits, of course To get revenge on you for killing their mate Killing? Me? I never killed anyone God is my witness I'm looking for your friends Where are they? The charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners Where are your bandit mates? They're not my mates They nearly killed me I recognised one of them So I thought they'd come back Recognised? Who was it? Talk! I don't know his name Only that he's from Užets And he has a limp What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern In Užets Playing dice and boozing And? I know he lives in a house On the edge of the village But that's all I know I never talked to him And now tell me exactly what happened And don't leave anything out That's quite a long story Don't worry I'm gonna get bored All right I woke up in the middle of the night Because I needed to go for a piss So I went out into the dark Same as usual Only... Only there was something there That shouldn't have been At first I thought it was just a trick of the light But it wasn't Then it was too late They went past And I thought they must be horse thieves I would have yelled I would have yelled Only I was afraid they'd kill me So I waited until they were out of sight And I started to sneak away But then... Then the slaughtering started Yeah I thought that's steal the horses And ride off That would be bad enough But then all the killing started And flames everywhere And that was terrible Like hell itself And then? It seemed some of them didn't like it either They started squabbling among themselves And some of them started running back Where they came from Right towards me And I had that thing in my hand The hoof pick So you stabbed the first one in the belly? No He ran right into me He was running fast For a fellow with a limp He pushed me aside And I fell on the ground Then... He told me I'd better lie low If I valued my life He ran off with the others I did what he said and hid Then the rest of the gang ran past And then? Then I waited in case that limping one from Užits came back I didn't dare come out until I was sure I think it was almost light What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know There might have been maybe eight of them And two of them were really big That's all I can remember Do you know what they argued about? I didn't hear everything But I reckon some of them were only there to steal And wanted no part in the killing That sounds terrible I know exactly how you feel If only I yell Maybe they... If you had you'd most likely be dead You probably wouldn't have done any good anyway But still There was nothing you could do I've heard about everything I need to hear, so I'll leave youzeni That's all Продолжение следует... Что бы вы хотите? Я бы хотела вернуться обратно, но эти cutthroatи, которые хотят убить меня, они еще рядом. Помогите мне? Они отъезжают. Я уйду на них на моих troubles. Очень? Это круто, но... Что? Я боюсь, чтобы вернуться обратно. Я ушла, и Бог знает, что они будут думать о них. Я не знаю, что они даже хотят говорить. Я не знаю, что они хотят, если они подожди или нет. Но если вы объясните своим тем, они должны понимать. Я думаю, что ты верен. Спасибо за вашу помощь. Приятно, что ты не нянька. Я тебя не нянька, все-таки. Я тебя тут искал уже, битый час ему лазил. Сейчас еще потом до деревни ходить туда-сюда, блин. Нет, братан, сорян. Так, Так, что там надо обратно вернуться? Что у нас там? Иди расскажи сотнику. Ну, понятно, да, надо обратно скакать. Давайте уже увидимся на месте. Я думаю, по дороге ничего не должно случиться. Так, ну все, мы на месте. Сейчас мы, в общем, расскажем все, что мы узнали. И посмотрим, что он на это ответит. Так, он где-то должен быть, а вот он, да, стоит, да? Ну, 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 ну. Я реально не знаю, мой лорд. Он уничтожил, без того, чтобы сказать ничего не было. Никогда не уничтожил меня, чтобы он был убил. Я... Я... СИЛЕНЦЕЙ! Снимай твой игнорный mouth shut когда я даю вам беденовый ветеран. Вы делаете то, что я тебе говорю, отвечаете только когда я спросу, и не поймите, когда ты чувствуешь. Я хочу бросить твой ракет в кастле и выжить тебя. Но это правда, ты не знаешь ничего о солдаре, и мне трудно вывести тебя в шею, так что я не закончу тебя, пока не закончу тебя. Господь у тебя, если ты попробуешь что-то так снова. Если ты счастлива, я только что вывести тебя в шею, потому что если я уйду, ты будешь хранен для десертания. Я надеюсь, что мы сделали это, и я себя абсолютно очевидно. И теперь, давайте слушаем, что вы должны сообщить. Я поговорил с Джинджа и обнаружил то, что произошло. Поехали, тогда? Джинджа умерла, потому что он расширил один из рейдеров. Он боялся они вернулись в силене. Ну, он вернулся. Они спрашивали про него. Так кто он расширил? Он не знал его имя. Немец-то с лимфом из Ужиц. Хорошо, так что ты пошел так далеко, ты можешь спрашивать в Ужиц. Мы достаточно здесь, в этих местах, все равно. Сирадзик расскажет вам об этом. Он сказал, отправить вас к нему, если вы уже не были. Так, ну, собственно, все. Это мы доложили, получили от него нагоняясь за то, что мы ему не сказали, что мы... Но, в общем, у меня еще была мысль, когда я отсюда уезжал, что сказать ему, что, ну, типа, я там поехал в лес. Может быть, он бы мне дал бы кого-нибудь в помощники тогда, либо мы бы все туда пошли, и было бы намного проще. Ну да ладно. На этом я, пожалуй, сегодняшнюю нашу серию закончу. Уже с отчетом мы поедем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.